Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму ароматное варенье из винограда с косточками. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Хорошо промытый виноград отделяем от веточек. Заодно удаляем все порченые ягоды. Вес винограда в чистом виде 2 килограмма. Затем берем широкую подходящую для варки посуду, высыпаем туда 1,5 килограмма сахара, добавляем 150 миллилитров воды, перемешиваем и отправляем на плиту. Нагреваем содержимое миски на самом медленном огне. Наша задача растопить сахар. Мешать нужно постоянно, чтобы сахар не подгорел. Когда масса станет жидкой и закипит, погружаем туда подготовленный виноград. Аккуратно, чтобы не нарушить целостность ягод, перемешиваем. И ждем, пока все повторно закипит. С этого момента варим виноград 10 минут. Мешать больше не нужно. Достаточно периодически встряхивать и вращать миску круговыми движениями. В процессе варки собираем появляющуюся пенку. Через 10 минут огонь выключаем и даем варенью полностью остыть. Часов 5-6 можно оставить на ночь. Остывшее варенье возвращаем снова на плиту. Собираем всплывшие косточки и откидываем их на сито. С момента закипания варим варенье на среднем огне снова 10 минут. Все так же встряхиваем миску. И собираем пенку. По истечении указанного времени выключаем огонь. И опять оставляем варенье остывать. Перед варкой варенье в третий раз тщательно выбираем все видимые косточки. Доводим его до кипения. Добавляем 1 чайную ложку лимонной кислоты. 1 палочку корицы. Перемешиваем содержимое миски путем встряхивания. Собираем пенку. И варим таким образом варенье еще 10 минут. Дальше огонь выключаем. Извлекаем корицу. Разливаем варенье по сухим стерилизованным банкам. Закатываем их. Переворачиваем вверх в дно. Проверяем на предмет подтекания. Если все хорошо, возвращаем в исходное положение. И оставляем остывать. Из указанного количества продуктов получается 4 пол-литровые баночки варенья. Вот и все. Ароматное варенье из винограда готово. Хранить его можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok